Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 17 ноября и мы начинаем наш утренний брифинг. По традиции начнем с обзора вчерашней торговой сессии и выделим несколько основных аспектов, которые мы вчера заметили. Прежде всего, хотелось бы остановиться на приостановлении роста доллара США. Мы могли наблюдать тот факт, что те тренды, которые мы наблюдали в течение последних дней, они приостановились и мы видим некую коррекцию, либо пока еще боковую консолидацию по основным валютным парам. Мы видим, что приостановлено падение евро и британского фунта против доллара, а также рост доллара приостановился и по отношению к японской иене. Всему этому есть ряд причин, которые мы, конечно же, обсудим в ходе сегодняшнего брифинга. Но прежде всего, хотелось бы также сказать, что мы все-таки ожидаем продолжения этих трендов, если вот опять же забегать низко вперед. И причины этому мы укажем несколько далее. Вчера выходили несколько основных показателей фундаментальных, которые мы сейчас более подробно разберем. Прежде всего, в Великобритании были опубликованы цифры по занятости и нужно отметить тот факт, что выросло число заявок на пособие по безработице. Что это означает? Это означает, что в Великобритании намечены некие негативные тенденции, которые развиваются, начиная с еще лета. И опять же, многие эксперты уже поспешили сделать такое громкое заявление, что последние негативные данные макроэкономические из Великобритании являются ничем иным, как следствием Brexit. То есть, так или иначе, все те цифры, которые сейчас разочаровывают инвесторов, могут быть именно с временным лагом некоторым, следствием того, что мы наблюдали в июне. То есть, так или иначе, всем понятно, что рано или поздно, а скорее всего, даже рано, Британия выйдет из ЕС уже юридически, а не лишь на словах, что сейчас происходит. И многие компании, например, мы также давно уже говорили об этих новостях, в частности, американские инвестиционные компании, крайне урезают штат своих сотрудников в британских подразделениях. Так же поступают и многие европейские компании. Все это означает, что будет определенный отток капитала из Великобритании, будет ухудшение цифр, опять же, по занятости населения. Поэтому, вот как раз-таки сейчас то время, когда мы можем с некоторой задержкой, с некоторым временным лагом увидеть, возможно, те следствия, которые произошли в результате, опять же, Brexit, то есть того голосования, которое мы наблюдали еще в июне месяце. Опять же, может быть, это несколько поспешные выводы и довольно громкие заявления, но, тем не менее, мы считаем, что определенные основания под этим есть. И снижение британской валюты вполне может продолжиться, но, опять же, для этого нужны будут более веские информационные поводы. Об этом, опять же, чуть далее мы с вами поговорим. Также вчера были опубликованы цифры из США. Да, касались они индекса цен производителей. И нужно сделать очень интересное уточнение. Если мы посмотрим на динамику за последние 4 месяца по данному показателю, то увидим, что он является скорее негативным. Вчера мы и вовсе наблюдали нулевую отметку, то есть цены производителей, да, этот индекс цен вовсе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. И, опять же, если мы вернемся к динамике за последние 4 месяца, то увидим, что она является негативной и может повлиять, прежде всего, на решение ФРС, декабрьское решение ФРС по процентной ставке. Опять же, логическая цепочка здесь выглядит довольно простой. Прежде всего, ФРС опирается в принятии своего решения по ставке на инфляцию, а цифры по инфляции напрямую зависят именно от индекса цен производителей и от базового индекса потребительских цен. Эту разницу мы также несколько позже обсудим. То есть существует два основных индекса цен. Это индекс цен производителей и базовый индекс потребительских цен. То есть первый больше показывает влияние на бизнес-среду, то есть показывает изменение цен, например, в каких-то производственных компонентах. А вот индекс уже потребительских цен большее влияние оказывает на простого рядового потребителя. Ну, я думаю, что эта разница понятна уже даже исходя из названия данных индекса. Поэтому, опять же, вот эти выводы о том, что декабрьское повышение ставки ФРС может оказаться под большим сомнением, вот сейчас приобретают все больший и больший вес. И еще нужно отметить, что Джанет Йеллен очень пристальное внимание обращает именно на макро-показатели. Несмотря на то, что есть определенные планы, которые были озвучены еще в начале года, эти планы касались двухкратного, точнее двухразового увеличения процентной ставки в текущем году. Тем не менее, позже неоднократно мы слышали комментарии и от прочих представителей ФРС, но прежде всего от Йеллен, которые касались того, что все будет зависеть только от макро-показателей. И если они будут соответствовать и условия в целом в экономике будут подходить для увеличения ставки, то только в этом случае возможно повышение процентной ставки в США. Поэтому, опять же, вот несмотря на то, что вчера мы не наблюдали сильных движений на рынке по основным валютным парам, и можно даже было говорить о некой боковой консолидации, тем не менее, что цифры по Великобритании, что цифры по США, они позволяют сделать, по крайней мере, если уж не точные выводы, то сделать некие предположения и начать более детально размышлять уже о тех тенденциях, которые будут происходить далее. То есть это как некий кусочек пазла, который сложится в ближайшее время, в том числе и сегодня будет ряд очень важных публикаций макроэкономических, поэтому, опять же, мы сможем составить уже более целостную картину. Следующий очень интересный момент, который хотелось бы сегодня затронуть в ходе утреннего брифинга, это, безусловно, нефть и предстоящее заседание ОПЕК. Об этом также уже было много сказано. Начнем с того, что посмотрим на то, что же происходило вчера. Вчера мы увидели вновь данные по запасам нефти, и они произвели просто шокирующее впечатление, можно даже так отметить. Почему? Потому что в 4 раза больше прогнозных значений оказались запасы нефти на текущей неделе. В 4 раза больше, честно говоря, даже и не припомню, когда последний раз был такой колоссальный разрыв между ожидаемым значением и значением фактическим. Помимо этого, запасы оказались в 2 раза больше, нежели на предыдущей неделе аналогичный показатель. И все это, конечно, позволяет делать определенные выводы, но хотелось бы также внести определенное уточнение и несколько поразмышлять на тему того, почему так происходит. Ведь если мы понимаем, что в скором времени состоится заседание ОПЕК, уже в конце этого месяца, ориентировочно 28-го, либо 29-го ноября, состоится расширенное заседание ОПЕК, то есть там будут принимать участие не только страны данного картеля, но и прочие крупные участники рынка нефтедобычи. И, казалось бы, все также понимают, что предыдущий опыт подобного заседания показывает, что ни о чем договориться у стран-участниц ОПЕК не получается. И можно было бы сделать выводы о том, что после заседания ОПЕК вероятнее всего будет снижение цен на нефть и можно будет пополнить свои запасы крупным покупателям после заседания ОПЕК по более выгодной цене. Но, тем не менее, почему-то мы наблюдаем сейчас довольно повышенный объем на покупку и рост нефтяных котировок. И даже, несмотря на, казалось бы, полностью негативные вчерашние цифры, мы также не видели колоссального снижения нефтяных котировок. То есть, учитывая те цифры, которые мы видели, вполне можно было бы ожидать снижения на порядка 3-5% минимум по черному золоту. Но мы не увидели ничего подобного. Нефть также находилась в условиях боковой консолидации. И потери, которые могли быть, точнее были в ходе торговой сессии, они были отыграны. И если мы посмотрим на часовой график нефтяных котировок, то увидим, что даже нисходящий тренд, который формировался на протяжении последних недель, оказался сломлен. И сейчас мы находимся за границей данного нисходящего тренда. Что, опять же, может быть серьезным сигналом к тому, что кто-то покупает, причем довольно повышенным объемом, входит в рынок. И можно сделать, опять же, вывод о том, что все-таки снижение нефти пока в ближайшие дни не предвидится. Наше мнение на счет таково, что вплоть до заседания ОПЕК нефтяные котировки будут либо расти, либо находиться вот в этом же диапазоне. То есть чуть выше 44 долларов за баррель, но, конечно же, ниже 50 долларов за баррель. 50 теперь это очень важная психологическая отметка. Она таковой и ранее была, но сейчас приобретает еще все больший вес. Как обычно, после заседания ОПЕК, независимо от итогов возможной распродажи нефти, именно таким видится наиболее вероятный сценарий. Есть фраза «покупаем на ожиданиях, продаем на новостях» и, на наш взгляд, она наиболее полно отражает ту картину, которая нас ожидает в ближайшее время. Так как, опять же, отметим то, что, учитывая рост нефти даже в последние дни, нужно, чтобы решение ОПЕК было крайне позитивным, для того, чтобы рост котировок продолжился. Вероятнее всего, о чем бы не договорились страны-участники ОПЕК, это так или иначе разочарует инвесторов и покупателей по нефти. Поэтому, конечно, будет определенное давление оказываться на нефть и далее. Итак, далее хотелось бы несколько слов сказать об индексах. Наиболее популярными индексами у нас традиционно считаются S&P 500, российский РПС и DAX 30, индекс 30 крупнейших немецких компаний. И, говоря о этих активах, хотелось бы отметить то, что сейчас они также находятся вблизи крайне важных ценовых уровней. Если мы наблюдали движение по S&P 500 в последнее время в таком восходящем ключе, с некими коррекциями, то сейчас мы видим, что практически по всем индексам, озвученным уже ранее мной, мы находимся вблизи очень сильного уровня сопротивления. Это касается и DAX 30, и РТС, и S&P 500. Причем S&P 500, мы уже отмечали ранее, находится вблизи исторического максимума, который был пробит не так давно. И, конечно, сейчас можно смело сказать о том, что для того, чтобы пробить этот уровень сопротивления, потребуется очень мощный информационный повод. Потому что так просто исторические максимумы не обновляются. И, опять же, вот тем триггером, да, дополнительной точкой роста может служить декабрьское решение по процентной ставке. Мы уже сегодня говорили о том, что вероятность повышения ставки не так высока. И вот этот факт может оказать серьезное влияние на индекс S&P 500. Потому что в случае, если повышения ставки не будет, мы увидим, я уверен, не только обновление исторического максимума, но и рост еще минимум на 10-15% после этого. Просто, наверное, в основном импульсе. Потому что очень многие верили в то, что ставка все-таки будет повышена. И, исходя из этого, корректировали свои длинные позиции, прежде всего, по американским акциям. По российскому РТС мы наблюдали несколько дней назад не что иное, как ложный пробой вверх. Вызвано это было, вероятнее всего, какими-то новостными, точнее, даже спекуляционными факторами. И сейчас мы также будем в ближайшие дни оставаться в условиях боковой консолидации. Оснований для того, чтобы покорять новые вершины, пока у индекса РТС все-таки нет. То же самое касается и немецкого индекса DAX. Также основной вывод, который можно сделать, нужны новые информационные поводы для того, чтобы рост по индексам продолжился в ближайшие дни. Переходим к тем событиям, которые нас ожидают сегодня. Сегодня будет также очень насыщенный день в плане новостей. Прежде всего, мы продолжаем наблюдать за новостями из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Так, по Великобритании будет публикация объема розничных продаж. Последнее значение по данному индексу находилось на нуле. То есть мы не наблюдали ни падения, ни роста. Мы, как обычно, не ожидаем, что будет повышенная волатильность именно сегодня в результате этого события, потому что так или иначе довольно сложно будет удивить группных участников рынка и инвесторов любой цифрой. Если она будет больше 1% либо меньше 1%, то только в этом случае, возможно, какая-то повышенная волатильность по паре фунт-доллар именно в 12.30 по московскому времени, когда будет данная публикация. Также отмечаем очень насыщенный календарь в еврозоне. Будет публикация инкса потребительских цен, а также, что, может быть, вызывает еще более пристальный интерес к публикации протокола ЕЦБ. И, конечно же, все внимание на новости из Соединенных Штатов Америки. Давайте скажем сначала о том, что сегодня будет выступление Джанет Йеллен в 18 часов по московскому времени. И это выступление вызовет крайний интерес. И вот, исходя уже из данной новости, мы ожидаем повышенную волатильность, начиная примерно с американской сессии, да, с открытия американской сессии, которая сейчас происходит в 15.30 по московскому времени, либо даже несколько позже, то есть после 7 по Москве, когда уже будут определенные тезисы Йеллен озвучены. В чем интерес данного выступления? Хотя бы в том, что это будет первое публичное выступление Йеллен именно после президентских выборов. То есть, исходя из этого, конечно же, мы должны будем сделать определенные выводы, потому что, опять же, очень важно, как будет вести себя Йеллен после того, как на должность президента вот-вот вступит Дональд Трамп. Да, и вполне вероятны, очень даже, можно сказать, сенсационные заявления, да, потому что мы знаем о некой конфронтации, которая происходит между Йелленом и Трампом еще в ходе предвыборной кампании. Поэтому, опять же, движения по американскому доллару могут быть крайне-крайне интересными сегодня после 18.00. Вот это те события, на которые сегодня стоит обратить особое внимание. Основные тенденции были нами также озвучены, поэтому всем успехов в торговле и увидимся. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok